Депутаты Пока ты выпиливаешь репосты из интернета, депутаты ломают голову, чем бы еще важным тебя занять. И хоть Госдума уже давно перестала быть местом для дискуссий, бешеный принтер продолжает печатать законы, чтобы ты не переставал в кругу друзей делать отсылки к творчеству Кавки. Представляем вашему вниманию топ-5 депутатских законов, авторы которых навсегда вписали свои имена в аналы истории. Пятое место. Закон о мате Как известно, в 2014 году все проблемы в стране были решены, не хватало только закона о мате. И, о чудо, в июле того же года он появился. Новые поправки запретили прокат и показ фильмов, театральных постановок, книг и исполнение музыкальных композиций, в которых есть мат. И это сработало, потому что в 2018-м люди в России окончательно перестали материться. Четвертое место. Ужесточение закона о митингах Уже в 2011 году в Кремле стали догадываться, как сильно их любят россияне. Люди начали выходить на улицы, посмели что-то требовать от властей, и депутатов осенило. Люди не должны мерзнуть на улицах, а должны сидеть дома, смотреть программы Соловьева. Последовало ужесточение закона о митингах. Сперва значительно увеличили административные штрафы для организаторов, а потом внесли изменения и в Уголовный кодекс, вплоть до лишения свободы. Третье место. Закон об оскорблении чувств верующих. 2013 год. На волне скандала вокруг акции «Пусть и райет» в Храме Христа Спасителя принимаются поправки в Уголовный кодекс. И теперь можно отхватить три года лишения свободы за оскорбление чувств верующих. Не очень понимаешь, как за слова в интернете можно присесть? Не переживай. Эксперты, следователь и судья с легкостью помогут во всем разобраться. Второе место. Закон Яровой. 2016 год. Под соусом антитеррористической деятельности Госдума принимает пакет Яровой, который во многом посвящен интернету. Закону обрадовались операторы связи, которые теперь должны полгода хранить сообщения о том, что ты опаздываешь на планерку, записи телефонных звонков с твоей бабушкой и, разумеется, СМСки. Как хорошо, что в бюджете для исполнения этого своевременного и нужного закона завалялись лишние триллионы рублей. Первое место. Пенсионная реформа. 2018 год. Жить в России стало настолько хорошо, а зарплаты россиян стали такими высокими, что люди захотели, чтобы этот праздник жизни никогда не заканчивался. И стали умолять народных избранников и президента о пенсионной реформе. Как итог, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Что тут можно еще добавить? Спасибо вам, дорогие депутаты, вот за это вот все. Мы этого никогда не забудем.